Друзья, мы снова вас рады приветствовать на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Во время недавно прошедших слушаний в Конгрессе США Гарри Гэнслер заявил, что SEC не поменяет своего отношения к криптобиржам. При этом процесс слушаний, а также поведение представителей и вопросы, которые они задавали Гэри, выглядели очень жесткими. А следом в Конгрессе состоялись жаркие дебаты относительно статуса стейблкоинов, в результате которых представители так и не смогли договориться. Coinbase готовится к длительной судебной тяжбе с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Впервые после проведенного неделю назад апгрейда Шанхай объем эфира, поступающего в стейкинг, превышает объем средств, которые из стейкинга выводятся. Binance сообщила о начале возможности вывода застейканного эфира, а также о выкупе токенов BEDH. Жаждущая до торговли биткоином и эфиром CMG Group сообщила о расширении предложений по торговле деривативами. Генеральный директор Банков Нью-Йорк Меллан говорит, что банк двигается к криптовалюте невероятно медленно. Несмотря на войну, которую ведут США с криптовалютой, венчурный капитал вложил в 2023 году в эти активы миллиарда долларов. И в завершении нашего выпуска аналитика рынка от Джорджа Танга. Оставайтесь с нами. Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер подтвердил во время выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, что агентство будет продолжать настаивать на том, чтобы местные криптоплатформы соблюдали строгие законы. Председатель комитета и член Палаты представителей Патрик МакГенри утверждает, что агрессивный подход регулятора может оттолкнуть такие компании от США и помешать инновациям. С точки зрения Гэри Генслера у бирж нет другого выбора. Но при этом сам Генслер столкнулся с резкой критикой 18 апреля со стороны республиканцев в Палате представителей, которые заявили, что действия SEC ослабили статус Америки как Центра инноваций в области криптовалюты. Председатель комитета и член Палаты представителей Патрик МакГенри заявил, что ваш подход вынуждает инновации покидать страну и ставит конкурентную способность Америки под угрозу. Патрик МакГенри также добавил, что вы наказываете компании, которые занимаются цифровыми активами за якобы несоблюдение закона, когда они не понимают, что он к ним будет применяться. При этом сам Генслер опровергает тезис о том, что криптобиржи США не знают, что закон к ним будет применяться. Он полагает, что существует четкая нормативная база, созданная много лет назад, а такие платформы являются просто группой посредников на этом рынке, которые должны следовать указаниям. В итоге регуляторная неопределенность в крупнейшей экономике мира уже стала препятствием для некоторых криптоорганизаций. Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, недавно сообщил, что его компания может переехать в другую страну, если местные контролирующие органы не примут надлежащее законодательство в этой отрасли. Слушание в Конгрессе США, которое инициировало палаты представителей и на которых спрашивали председателя СЕК Гэри Генслера, в большей степени напоминали процесс допроса. При этом сам Гэри выглядел не просто неуверенно, а буквально жалко. Задававшие ему вопрос члены Конгресса буквально втаптывали его в землю. В ответ на что Гэри Генслер буквально блеял, а руки у него заметно тряслись. Очевидно, что конгрессмены устали от позиции регулятора, который не только не приносит в индустрию ясность и понимание, что является непосредственной обязанностью этого регулятора, но даже наоборот используют эту запутанность для того, чтобы накладывать штрафы и ограничения для участников отрасли. Крах FTX, унесший 9 миллиардов долларов, является, по всей видимости, самым крупным за всю историю крипто. Вы являлись председателем СЕК, когда этот крах произошел? Да. И сколько раз вы встречались с FTX до того, как этот крах произошел? Я думаю, что публично известно о двух. Вы встречались с FTX по крайней мере дважды. И, вероятно, второй по размеру крах в крипто был связан с Терра Луна. Сэр, кто был председателем СЕК, когда произошел крах Терра Луна? Мы оказались... Вы им были. Вы тратите мое время. Вы им были. И последний вопрос, который у меня есть для вас. Вы были финансовым директором Хиллари Клинтон в ее президентской гонке. Это моя история. Так были, да или нет? В 2016-м. Вы одобряли оплату досье Стила, будучи финансовым директором президентской гонки Хиллари? Сэр. Да или нет? Сэр. Да или нет? Это... Это было... Это не было... Вы под присягой, так да или нет? Я знаю, но тогда мне об этом не было известно. Мне не нужен остаток времени. Спасибо, председатель. Основная претензия сенаторов довольно ясна. Председатель Гэри Гэнслер не способствует развитию инвестиционного климата в стране, тем самым выталкивая инновационные компании за пределы страны. Так что похоже, что обратный отчет уже запущен. По мере продолжения слушаний в Конгрессе США, некоторые представители не могут принять решение по закону проекту, предложенному в Палате представителей. После завершения в Конгрессе захватывающих слушаний 18 апреля, в которых участвовал председатель СИГ Гэри Гэнслер, Комитет Палаты финансовых услуг США сегодня проводит слушания по регулированию стейблкоинов. Эти слушания последовали за обнародованием в Палате представителей нового законопроекта, обеспечивающего законодательную базу для стейблкоинов. Конгресс США оценил свое мнение о новом законопроекте по стейблкоинам, а некоторые сочли его даже революционным, в то время как представители, такие как Стивен Линч и Максин Уотерс, обвинили члена Палаты представителей Хилла, председательствующего в качестве заместителя председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, и потребовали внести дополнительные поправки в предложенный законопроект. В своем выступлении о развитии стейблкоинов и стимулировании их роста, директор по политике Blockchain Association Джек Червинский сказал, При наличии правильных политик стейблкоины могут революционизировать платежную систему и укрепить господство доллара США, в то время как иностранные противники, такие как Китай, стремятся подорвать его статус мировой резервной валюты. Ветераны крипто активно поддерживают регулирование стейблкоинов. Так, Остин Кэмпбелл, который в настоящее время является управляющим партнером Zero Knowledge Consulting, подчеркнул, что если Соединенные Штаты воспользуются инновациями в области стейблкоинов, то с ростом блокчейна и распространение криптовалюты одновременно будет расти и доступность доллара. Кроме того, он подчеркнул тот факт, что если резервы для стейблкоинов, принадлежащем регулировании, обеспечивают пул дополнительного капитала для покупки казначейского долга или кредитования американской финансовой системы, которого ранее не существовало, то это позволит стейблкоинам привлекать и новый иностранный капитал для финансирования правительства США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг предупредил, что криптовалютной бирже предстает многолетняя судебная тяжба SEC. Армстронг также заявил, что биржа рассматривает и другие варианты, включая уход из США из-за отсутствия ясности в регулировании. Подготовка к судебному разбирательству началась после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила Coinbase о нескольких потенциальных нарушениях закона о ценных бумагах. Coinbase получила Уэллс Нодис от Комиссии по ценным бумагам и биржам 22 марта, после чего генеральный директор Брайан Армстронг выразил сильное разочарование, заявив, что компания не получала от SEC никаких четких подробностей относительно рассматриваемых нарушений. Армстронг также сообщил, Армстронг также заявил, что в случае необходимости Coinbase была готова встретиться с SEC в суде и что, хотя судебный процесс и является последним средством, обращение в суд может дать компании необходимую ясность. Мы никогда не стремимся добиваться судебного разбирательства, но кажется, в данном случае они его инициировали. И если нам нужно будет обратиться в суд, чтобы получить необходимую нам ясность, то мы совершенно готовы это сделать. В итоге очень похоже, что тучи начинают сгущаться, но судя по результатам слушаний в Конгрессе США, сгущаются они не над криптобиржами или криптоучастниками, а над председателем комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Гэнслером. Так что с большим интересом наблюдаем над развитием этой ситуации. Отличные новости по эфиру. Впервые после внедрения апгрейда Шанхай, количество поступающих в стейкинг монет превысило объемы из него выводящихся. Долгожданное техническое обновление в эфире произошло 12 апреля. Оно также известно как Шапелло, которое впервые позволило выводить средства из блокчейна Proof of Stake. Спустя неделю после данного события, впервые объем поступающих в стейкинг монет превысил объем выводящихся из него монет. По данным сетевой аналитической платформы Nansen, запросы на вывод средств ушли на второй план, в то время как стейкинг эфира набирает быстрый темп. По состоянию на 17 апреля количество входящих монет эфира составляет 124 тысячи. Это почти вдвое превышает вывод монет эфира, который составляет около 64 тысяч 800. Только за один последний день было введено в стейкинг почти 95 тысяч монет эфира. При этом за тот же период было снято чуть более 27 тысяч. В эту тенденцию внесли в свой вклад несколько крупных кошельков китов. Данные LookOnChain показывают, что некоторые киты начали повторно размещать значительное количество своего эфира, которое они сняли, когда обновление Шапелло было запущено. События рестейкинга крупных игроков, называемых китами, снимают опасения по поводу потенциальной распродажи в результате наполнения рынка миллионами разблокированных монет эфира. Кроме того, блокировка токена создает их дефицит. В настоящее время в стейкинге находятся более 18,6 миллионов монет эфира на общую сумму 36 миллиардов долларов. Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о начале вывода стейкинга эфира, а также о выкупе токенов BETH. На прошлой неделе биржа сообщила своим пользователям, что они могут начать выкуп своих токенов спустя одну неделю после того, как апгрейд Шанхай будет развернут на основной сети. В своем твиттере 19 апреля биржа Binance сообщила, что она включает функцию вывода средств ETH 2.0. Пользователи, которые держали свой эфир на Binance, могут выкупать их с помощью актива BETH в отношении 1 к 1 на странице стейкинга эфира 2.0. Из-за ограничения введенных в сети эфир запрос на вывод стейковых монет эфира может занять от 15 дней до нескольких недель. Согласно данным Token Unlocks, с момента обновления Шанхай валидаторы вывели из сети Beacon Chain более 1,08 миллиона эфира. Кроме того, в стейкинг поступило более 598 тысяч монет эфира. Кроме того, общая сумма ожидающих вывода монет составляет 945,8 тысяч на общую сумму 1,87 миллиарда долларов. Общее количество валидаторов составляет более 487 тысяч, и только 28,9 тысяч валидаторов хотят полностью вывести свои средства. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ситуация для эфира после апгрейда Шанхай в настоящий момент складывается как стабильная. Известный рынок деривативов Чикагская товарная биржа CME объявила о добавлении ежедневных экспираций для фьючерсных опционных контрактов на биткоин и эфир. Ожидающие рассмотрения и решения регулирующими органами, новые дополнения будут иметь истекающие сроки с понедельника по пятницу. Согласно официальному пресс-релизу, CME Group предложит новые сроки действия опционов на фьючерсы на биткоин и эфир. Причём истечения будут доступны на каждый рабочий день недели, начиная с 22 мая. Компания заявила, что новые предложения дополнят уже существующие ежемесячные и ежеквартальные истечения сроков действия, доступные для всех опционов на биткоин и эфир по фьючерсным контрактам. Несмотря на то, что криптозима была очень тяжёлой для многих участников, в ноябре прошлого года CME стала свидетелем всплеска своих криптодеривативов. Председатель и генеральный директор CME Теренс Даффи недавно заявил, что в ноябре и декабре на платформе наблюдался заметный всплеск торговой активности. Кроме того, комплекс фьючерсов и опционов CME Group на биткоин и эфир зафиксировал среднесуточный номинальный доход более 3 млрд долларов в течение первого квартала 2023 года. Генеральный директор Bank of New York Mellon говорит, что банк работает невероятно медленно в движении по направлению к криптовалюте. Согласно мнению Робина Уинса, кредиторская организация не будет так агрессивна, как другие банки, пытаясь заполучить криптодепозиты своих клиентов. Bank of New York Mellon не считает себя криптобанком и будет продолжать медленно инвестировать в этот сектор, заявило руководство во вторник во время отчёта компании о прибылях и убытках за первый квартал. «Мы всегда говорили, что подготовка будет невероятно медленная, прежде чем мы начнём широко использовать цифровые активы и криптовалюту», сказал генеральный директор Робин Винс. Но когда Винса спросили о том, что является ли Bank of New York Mellon привлекательным местом для криптодепозитов, он с этим не согласился. При этом он отметил, что другие компании, которые ранее сделали криптовалюту частью своей бизнес-модели, заработали кучу денег благодаря этому бизнесу, но Bank of New York Mellon не планирует следовать их примеру. «У нас есть разные клиенты. У нас есть клиенты, которые отчасти касаются экосистемы цифровых активов, но такой агрессивный рост не входит в нашу бизнес-стратегию», сказал он. Но главное в этой новости совершенно не это. Один из самых крупнейших банков в мире говорит о том, что он будет заниматься и развивать направление взаимодействия с криптовалютой, но аккуратно, поэтому не быстро. Несмотря на продолжающуюся войну США с криптовалютой, венчурный капитал вложил миллиарды долларов в течение 2023 года. Обычно во время медвежьего рынка инвестиции венчурного капитала замедляются, но уже в этом году было сделано несколько крупных инвестиций в криптовалюту и проекты Web3. 18 апреля в Твиттере пользователь под ником DeFi Investor рассказал о некоторых из крупнейших инвестиций средств в сфере крипто и Web3 в 2023 году. Венчурные капиталисты вложили миллиарды долларов в криптопроекты за последние 4 месяца. Я их изучил, так что вам время тратить не нужно. Вот топ-проектов, которые собрали безумные суммы денег за 2023 год. Некоторые из крупнейших венчурных компаний отрасли, такие как 3Erus Capital и Alameda Research, обанкротились. Однако кризис означает возможность, заметил аналитик. В этом году компания Layer Zero привлекла 120 миллионов долларов от компаний, помимо прочих, таких как A16Z и Sequoia Capital. Scrollsikipay получила финансирование в размере 50 миллионов долларов при собственной оценке в 1,8 миллиарда долларов с инвесторами такими, как Polychain Capital и Sequoia Capital. Стекинг-платформа Ethereum EginLayer смогла привлечь 50 миллионов долларов в раунде привлечения капитала под руководством компании Blockchain Capital. Крипто-протокол Fetch.ai, ориентированный на искусственный интеллект, смог привлечь 40 миллионов долларов от маркетмейкера и инвестиционной компании DWF Labs. И это только вершина айсберга. Однако следует отметить, что компании, работающие в крипто-секторе, относятся к США все с большей настороженностью. И все с большим вниманием на восток, в сторону Азии. Целый ряд крупных многомиллионных фондов был запущен для инвестиций в азиатские стартапы Web3 и криптовалюту. К ним относятся фонд BitGet Web3, который содержит 100 миллионов долларов, о котором было объявлено ранее в этом месяце. По словам BitGet, целью фонда, ориентированного на Азию, является воспитание позитивного отношения к экономике цифровых валют и поддержка развития среды Web3. В конце марта гонконгская инвестиционная компания ProDigital Futures также объявила о планах инвестировать 100 миллионов долларов в крипто- и Web3-стартапы в регионе. Особо следует отметить, что Гонконг может стать центром венчурных инвестиций, когда в июне этого года он запустит свою крипто-структуру. Очень крупные средства из материкового Китая уже готовы войти в этот сектор через данный законный путь. И завершает наш выпуск аналитика рынка от ведущего канала Криптозорос Джорджа Танго. Джордж обращает наше с вами внимание на набор индикаторов от GlassNode, в котором каждый из восьми представленных сообщает нам в унисон одно очень важное сообщение. Давайте послушаем. А на этом графике, и вообще это выглядит все просто безумно, на этом графике представлены восемь индикаторов, и все восемь отображают сигнал. Да, их много. Но восемь из восьми, не пять из восьми, не шесть из восьми, семь из восьми, восемь из восьми индикаторов нам подсказывают, что рынок начал восстанавливаться. Насколько сильно сейчас этот импульс? Нет ни одного из этих индикаторов, которые бы говорили, что биткоин сейчас, что биткоин сейчас собирается упасть обратно на 15 или 10 тысяч, как некоторые до сих пор надеются. Да, есть еще некоторые медведи или тех аналитики, которые по-прежнему говорят, что «я не поменяю свой взгляд, мы снова отвалимся вниз». Вау, каждый конкретный индикатор из этого набора по усреднению или по паттернам фракталов, а также макро, буквально каждый показывает нам обратное. Несмотря на то, что есть еще сомневающиеся, эти неверящие, потому что которые остаются в стороне и отказываются признать то, что мы начали восстановление, у нас начался новый бычий забег, и гораздо лучшие дни нас ждут впереди. Что еще можно добавить к этому выводу? А только лишь одно, что рынок всегда сделает так, как считает нужным, несмотря ни на какие наши с вами ожидания или предсказания. Поэтому, как и всегда, принимайте решения только самостоятельно и на свой страх и риск. На этом мы с вами прощаемся и надеемся, что представленная информация была вам интересна и полезна. Желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске.